В Твери на улице Спартака из-за постоянных протечек крыши начал разрушаться многоквартирный дом. Несмотря на то, что зданию больше века, оно жилое. Там всюду трещины рисуют абстрактные композиции вместе с черной плесенью. А в комнатах плотно обосновался стойкий запах сырости и канализационных вод. При всем при этом управляющая компания исправно присылает платежки. Однако с указанными там суммами собственники квартир не согласны и категорически отказываются платить. Почему? Расскажем в нашем первом материале выпуска. Жильцы 44-го дома по улице Спартака с грустью наблюдают в полусгнившее окно, как в режиме реального времени разрушается соседняя казарма. Оно скоро просто вот так сложится и все. Это хорошо, если людей не зацепит. Ну а так накроет, так накроет. То, что с их зданием может случиться то же самое, жильцы боятся больше всего. Здесь погоду в доме портит крыша. Из-за хронических протечек черная плесень стала неотъемлемой частью интерьера. В такой обстановке на кухне часы горячих возмущений посвящены прохладным батареям и затхлому сырому запаху. А с какого должны они вырубать эти, как говорится, обогреватели, если есть отопление? А если его не включат, то дома сырость воняет. Еще один источник навязчивого постороннего запаха – туалетная комната. Здесь целый букет ароматов отнюдь не французских. Как говорят жильцы, заходя в уборную, нет гарантии, что удастся выйти и не накроет неожиданно кусками штукатурки. Оно здесь все гниет, все обвалится скоро и будет как в 45-ке в соседнем доме, вывалится это все и будет как в окно в Европу у нас. Полугнилые окна и трещины – не преграда для промозглого зимнего ветра. А тепло стоит денег, напоминают жильцы. Сумма за коммунальные услуги астрономически для общежитий, считает Светлана Иванова. Пять тысяч я плачу как бы в отопительный сезон, это как за квартиру. Платежки за оплату коммунальных услуг и услуг управляющей компании приходят с завидной регулярностью. Впрочем, то, что их дом попал в ведение организации для жильцов в начале этого года, стало неожиданностью. Договор мы ни с кем не подписывали, не заключали. Откуда они идут, кто это такие, они нам не показывались. Так как они нам ничего не делают, мы платить также не будем. В платежках указана сумма в 500-600 рублей. Это за услуги управляющей компании. До этого года, по словам жильцов, на протяжении трех лет дом не числился на балансе какой-либо УК. Поэтому привыкли обходиться своими силами. Впрочем, обходятся и сейчас, но не понимают, за что должны платить. Жалобы в жилищную инспекцию результата не принесли. Пришла жилищная инспекция от Пиксика. Жизни, смерти, угрозы не угрожают. Значит, живите дальше. Отвалился сверху потолок в туалете. Там вообще в антиусловиях два туалета на целый большой блок. Там, знаете, очередь создается. Воспользоваться услугами управляющей компании жители все же пробовали. По их словам, слесари, которые приходили устранять проблемы батареи и замены труб, помочь не смогли. Однако в вопросе замены лампочек и техники работы с метлой сотрудники оказались компетентнее. Отопительную систему, мне надо прогнать ее. Я ищу слесаря, который придет. Я должна опять же заплатить ему деньги. А зачем я буду тогда управляющей компанией? Они в суд на меня подали. У жителей дома накопилось немало вопросов к управленцам. В сопровождении нашей съемочной группы они отправились искать правду в офис управляющей компании. Там, в свою очередь, гостей не ждали и напомнили про этику поведения. Хотели бы обратиться к вам? Я с работы. Я понимаю, неприемный, я с работы отрасли. У нас тоже неприемный день. Есть элементарная этика поведения, правда ли? Есть этика, да. Хотите, я вас запишу на завтра, на после обеда? Нет. Комментировать ситуацию журналистам здесь и сейчас руководство не стало. Напомнили только по записи. Но Светлане Терентьевой тет-а-тет резюмировали ситуацию. По законодательству у них все соответствует, они все выполняют, то, что с них положено. За то, что они у нас берут деньги, именно они все, свою работу выполняют в полном объеме. Наш телеканал будет следить за развитием этой ситуации.